Мы живем в этом доме, но по документам его фактически нет. Уже месяц семья Ларисы Шакировой живет в доме, которого по документам нет. 120 квадратных метров и земельный участок не зарегистрированы. Женщина рассказала, дом принадлежал семейной паре. В начале июня она заключила с одним из собственников письменный договор. Первый взнос – миллион двести тысяч рублей Шакировой внесли сразу. Еще четыре миллиона девятьсот тысяч отдали частями. Она уже дала мне ключи от дома и разрешила заселяться. Это было 9 июня. Мы переехали 12 числа сюда. Периодически я у нее просила документы, на что она все время говорила. Хорошо, хорошо, да. Потом я потихоньку, постепенно, у нее в доме нашла документы, вот пришла кварплата, что в доме есть долги, 600 тысяч долгов. Я ей звоню, что случилось, почему так, долги у вас, сделка же не состоится, если у вас долги. Она мне говорит, я все заплачу, все сделаю. Лариса Шакирова выяснила, на участке зарегистрировано совсем другое здание, дом в 50 квадратных метров, а новый не оформлен. Женщина говорит, собственники предложили зарегистрировать его самостоятельно. Здесь раньше стоял старый дом, 50 квадратов. Они его снесли и построили этот дом неправильно. То есть он находится в красной зоне, она вся в арестах. Только он со мной составил договор, а земля, так кажется, еще и ее, и его, то есть пополам. То есть изначально он уже не имел права продавать мне этот дом. То есть наш предварительный договор юридическую силу не имеет. Лариса Шакирова обратилась в полицию, но ее заявление отклонили. В ходе проверки выяснилось, что действие собственников не имеет преступного умысла. По заявлению была проведена предварительная проверка и было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как мы усмотрели гражданское правоотношение. После отказа в ОВД мы с Ларисой Шакировой обратились в прокуратуру. Здесь организовали новую проверку. Выясняют, имеет ли договор о купле-продаже юридическую силу. После проверки надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как нам сообщили, история будет на особом контроле у прокурора. Я пригласил следователей и требовал материалы проверки. Действительно, было отказано в возбуждении уголовного дела. Мы под моим руководством со следователем и руководителем следственного органа провели совещание. И все-таки пришли к мнению, что здесь имеет место быть в действиях указанных лиц, есть признаки мошенничества. При подготовке репортажа мы связались с продавцами жилья. Однако от комментариев Евгения Богданова отказалась. Мы стали свидетелями ее разговора с Ларисой Шакировой. Женщина сообщила, что готова вернуть 4 миллиона и расторгнуть сделку. Но за пользование домом в течение месяца требует миллион 200 тысяч рублей. Я у вас вообще хоть копейку брала? Нет? Ну, Горбунов брал? Ваш муж? Ну, а что ты мне это название? Что ты на меня заявление пишешь? Вот ты за заявление можешь мне платить социальный ущерб. За то, что ты в моем доме жила, пользуясь всем, тоже заплатишь. Я на мировой никакого не согласна. То, что там твой юрист составил, за меня твой юрист совершенно другой составил. Деньги мы тебе вернем, не переживай. Что, свою долю заплачу за ваш неоформляемый дом? Мы по-прежнему готовы выслушать позицию продавцов дома и рассказать их версию ситуации. Как сообщили в правоохранительных органах, в течение двух месяцев полиция просит потерпевшую и бывших собственников дома.